Вот Гриндер в Ленином примере, когда он рассказывал, он совершенно точно обратился, что он сделал? Он понимал, когда внутри у него есть сигнал согласия, но никогда не согласен. Он обратился и сказал, дорогой мой бессознательный, сделай как-то, чтобы завтрашний день мой... Слышите, там был совершенно точно договор. Завтрашний день мой прошел вот так, вот так, вот так, вот так, да? А я со своей стороны, сознательно, я обещаю, что я пойду, там приму аспирин или таблетки, или там выпитом бренди, какого-то, да, и лябу, там укутаюсь, пропотею, чтобы выздороветь. Я тебе обещаю, что в конце дня я сознат такой поведитель на сознательном уровне. Ну, получил какой-то сигнал, который он откалибровал как «да». Помните, во время медленного перерыва он там говорил, ну как там, расскажи мне, как идут дела, ну там, ну ладно, молчи там. Не есть, не принесет. Вот это уже поперекешаю. Что дальше? Дальше мы обращаемся к нашей творческой части. У каждого из вас есть творческая часть внутри. Что это значит? Это просто некий генератор ноута. То, что создает координацию. А как получение доставки творческой части, давайте подумаем. А вы это знаете очень просто. Вот такой просто один шаг, изолированный пока, без текущей. И как нам с вами получить доступ к творческой части? Творческой части. Разве загрузить. Вопрос на у вас одна часть, давай. Загрузить я работаю в полушаре. То есть, не творческую часть. А давайте вспомним, вам это прекрасно известно. Я подсказываю, подсказка, в какой руке монетка. Вспомните-ка, пожалуйста, какой-то момент в своей жизни, вот когда вы фантазировали как-то, или вам творили, или вам сказали, послушай, а как ты считаешь, каким способом можно выйти из этой ситуации? А я в таким, а еще в таком. Помните? Вспомните тот самый момент, войдите туда, в это воспоминание. Посмотрите, что вас там тогда окружало, посмотрите, что там такое, обратите внимание на второстепенные детали. Прислушайтесь, там какие-то голоса сослуживаются, вы ли, друзья. Может быть, какой-то бытовой шум. Может быть, тишина. Если прислушаться, то и тишина сквозь звуками. И какой нормальный тишиночек сейчас нужно сделать, чтобы всегда доступ к этой творческой части. Да, совершенно незаметно заедини. Понятно, да? То есть, мы хотим получить доступ к этой части, значит, мы находим тот период в нашей жизни, а он у каждого из вас был, когда мы были творческими. То есть, была активна эта часть. И все. Все так просто. Не надо там как-то умничать, там, ааа, как же вы мне найти, и потом другая часть. Вот так, все. Хорошо. Но до того, как мы начнем припахивать творческую часть, до того, как мы начнем припахивать, мы обратимся к той части, которая отвечает за поведение вот этой х. Дорогая часть, отвечающая за поведение х. Если бы тебе были известны другие, более эффективные способы достижения этого результата, готова ли ты была бы взять на себя ответственность за то, чтобы применять эти способы? Слышите, какая хитрая вещь. Это как, если бы я к вам подошел и сказал бы, послушайте, если бы я тебе предложил, ну, условно говоря, там, телевизор, который был бы четче, больше, и лучше бы показывал, и гораздо больше каналов, готов ли бы ты был поменять его на свой здоровый, с линзой впереди. Поняли, да? У нас части так организованы, они стремятся нас улучшить, сделать тот результат, на который они нацелены, еще более эффективным, лучше. Если представьте, что вы делаете, вы допустите, вы выполняете какую-то работу, или какое-то задание, и у вас есть длительная, длинная, длительная цепочка шагов. А кто-то вам приходит и говорит, слушай, что ты паришься, смотри, ну, что так вот можно сделать, раз, и все обойти. Ты хотел бы, был бы ты заинтересован в том, чтобы вот так сделать? Конечно, будет. Если вы хотите достичь своей цели, тогда вы ее туда обойдете. Вот если эта часть, ну, условно говоря, которая отвечает за достижение результата, я бы подошел и сказал бы, ты хотел бы сделать это проще, легче и гораздо быстрее? Ответ. Ответ. Правильный ответ, ответ. Поняли, да? Что мы после этого делаем, мы опять же возвращаемся к нашему уже известному сигналу. Да или нет? Нет. Тут могут быть варианты. Кстати говоря, часть носка нет. Но мы чуть-чуть позже рассмотрим. Тем, ну, как сказать, каковы ими это же. Пока будем считать, что она совершает. Доступ к творческой части. После этого мы начинаем припаркивать к творческой части. Как мы это делаем? Мы обращаемся к творческой части, точно так же, когда этого обращались к части, относительно за полетели Х, и просим к творческой части сгенерировать несколько, больше трех желательно, альтернативный способ проведения для реализации вот того самого позитивного надеяния. То есть, грубо говоря, ознакомите свои части и просите творческую часть поработать для блага. Мы не знаем, как это внутри происходит, мы знаем, как организовать процесс. Для кого это пока понятно? Кому это понятно? Сейчас. Хорошо, хорошо. Да, Саша. Вот этот вот последний, не совсем понятно. Мы просим...